каковы шансы андрей андреевич на ваш взгляд как смотрящего за вашингтоном значит на то что трамп придя к власти в игру в ноябре выборы допустим допустим можно скорректировать свою позицию или ее скорректирует его окружение там у него же помните тоже приходилось рекс тиллерсона заканчивал с помпе ну и так далее то есть я так условно говорю там с болтон заканчивал совете пансонной безопасности которые уж наверное сейчас находились на месте на своих позициях уж отличие но вот он от него ушел до конца но в какое-то время все-таки болт он был да ну и там были и другие небезинтересные персонажи но тем не менее вот вы считаете позиция трампа однозначно он будет подмахивать москве или же нет не факт совершенно может эксцентрически поменять ее позицию если почтение случится что он победит и будет в общем действовать гораздо более самостоятельно как президент что вы думаете ну во первых основные основные события четвертой мировой войны пройдут двадцать четвертом году задолго до избрания трампа так что это не самый главный вопрос вот это когда я обсуждаю на разных каналах свое предложение байден у меня все ну это естественно а как же вот там да это важный вопрос будет трампа я кстати отвечаю прямо на вопрос не верю я в возможный по украински поворот трампа ну этот человек очень далек от того что ну собственно не о чем говорить последние 12 лет президентства 8 лет обамы и 4 года трампа в белом доме отсутствовал лидер свободного мира то есть не потому что как-то вот человек не выполнял свою обязанность и обама и трамп никогда не представляли не мыслили себя лидером свободного мира обама обама вообще считал что запад виновен там перед угнетенными народами мира поэтому ни в коем случае вся внешняя политика соединенных штатов это была империалистическая захватническая и он придерживаться такого полного изоляционизма а трамп у него все-таки дело-то не только в украине хотя удивительно конечно его упор такой пропуническом украине он идеологически ничем не вызван кроме возможных какими-то загадочными связями с москвой но вот то что является глубокой частью стержнями в идеологии это это конечно изоляционизм никаких крайне республиканское направление поэтому с какой стати он здесь ну для объективности я скажу конечно что на израильском фронте это бы принесло израилю много поддерживает если он пока не поссорился со своим зятем там не знаю а он поссорился нет он сейчас поссорился я не следил за их семейной жизнью но надо честно сказать годы президента трампа это были самые благотворные для да без плана многое другое вот собственно это было одно это важнейшее было достижение американской внешней политики это помпео конечно сыграл командную роль но вот у него здесь у него было нечто противоперпендикулярно его изоляционизму на пользу израиля он слава богу вмешивался очень активно вот не знаю роль была это кушнера или нет поэтому я бы никаких никаких иллюзий не испытывал по отношению его полукраинских симпатий а вот так еще раз скажу все решится в этом году или украина получит сколько там 63 миллиарда долларов если соответственно соответственно достаточное количество истребителей 16 ракета это предоставлено наверное все таки не в том количестве который украинцы хотели бы ну необходимо наладить конечно поток артиллерийских снарядов 155 калибра кстати да 155 сейчас уже дефицит говорят так сказать в украине с этим легкий дефицит мы не знаем насколько серьезно но но русские у русских тоже не в восторге как соперничать русскими надеются на северную корею украинцы на южную корею ну в общем это решаемые вопросы вот когда вы сказали так не ведут войну еще раз повторю я абсолютно с вами согласен давайте все таки вернемся к началу войны вот америка вот сегодняшнее письмо вчерашнее оно заканчивается я уже говорил об этом предупреждением сенатором что вы совершите колоссальную ошибку которая определит судьбу 21 века разве соединенные штаты не совершили уже такую ошибку в начале в начале русско-украинской войны давайте вспомним вот веселый 21 год и первые два месяца 22 когда русские ходили хороводом там целый год вокруг территории края или какова была реакция запнул какие-то предупреждающие слова да но что делал байден каждый день буквально ну и он утром просыпался пил кофе и делал заявление грозное такое жесткое мы будем сражаться за каждый дюйм артикл 5 территории вот это его every day every inch мне этот inch вот здесь стоял ну что это означало москве да мы будем сражаться за каждый значит не будем мы сражаться за украину мы будем сражаться за каждый inch ну хорошо вот но мало того теперь уже нам выяснилось это разоблачение в котором я свое посильное участие принимал секретных переговоров бернса с путиным в ноябре 5 ноября 21 года оказывается бернс заключил там секретную устную сделку вот это очень интересно устная сделка это устную сделку он может заключить как бы как сотрудник президента байдена мог по собственной воле заключить устную сделку это мы не знаем во всем судьбе этой устной сделки он обещал и действительно вся его деятельность во время войны нам это демонстрировал что он оставался веянном вещи обещал путина что американцы не позволят украинцам наносить удары по российской территории ослым обещал путин в ответ а путин вы видите обещал что наш удар будет ограничены и мы не пойдем дальше границ украины то есть а мы не будем нападать на страны нато ничего себе сделочка ну во первых мало того что она была позорной абсолютно позорной никакие мюнхенские соглашения даже не идут сравнение но кроме того она была и путь путин как раз собирался собирался он напасть на страны нато имени он же как раз после этой встречи через несколько дней после встречи с берсом даты они совпадают берсом встречались 5 ноября 15 ноября русские устами от толстомордого министра рябкова представили ультиматум всему нато убирать собирайте монатки убирайтесь вон из 15 стран нато это и помните как они требовали чтобы каждый им письменно ответил государство это это брошь это и на своей пресс-конференции после встречи с макроном путин 5 февраля 22 уже он разболтал проболтался свои планы когда мы уступаем на конвенциональном уровне но мы там превосходим свои политические воли своими новыми образцами ядерное оружие и так далее у него в этой мобилизационной группы так называемый путин патрушев бортников у них был план победы в четвертой мировой войне поэтому я называю четвертой мировой войны это угрожая ядерной войной заставить запад отступить вот на те границы на линию классическую линию баты джигашвили на ту максимального продвижения волоса джучи на запад в 1275 и в 1245 то есть его план был их предсказывал в течение двух недель падает Киев и в ореоле этой замечательной победы путин встает на границы Балтии и Польши размахивает свои и требует уйти вот собрать манатки уйти мы помним то состояние запада и я почти уверен что вот этот шантаж он бы сыграл тогда то есть запад был на грани на грани проигрыша в четвертой мировой войне на грани ухода из мировой истории вот благодаря и предательству и одновременно идиотизму Бернса Бернс полагал что продав Украину он гарантировал что Путин не пойдет а Путин как раз собирался идти он разработал разработал теорию ядерного шантажа он разрабатывал ее 15 лет начиная с так вот запад спасла Украина решающим сражением в четвертой мировой войне стало Гастомирское сражение Украина спасла запад от своего позорничьего поражения от ухода из мировой истории это же не кончилось бы здесь в Европе почему СИП подталкивал Путина к этой войне потому что если бы пошел по этому сценарию потом он просто голыми руками взял бы взял бы Тайвань Америка была бы абсолютно дискредитирована вот запад очень плохо начинал эту четвертую мировую войну постепенно как-то они собрались вот мы же все это год мы с вами проходили каждый каждый новый этап вооружения там Хаймерс Гаубец все это проходило с борьбой с одной стороны два предателя Соединенных Штатов именно так я их характеризую публично в американской прессе как молодой гражданин Соединенных Штатов директор Силла Бернс и помощник профессионала Бернаст Селиван они препятствовали любому расширению технологической помощи в конце концов Блинкин и Остин одолевали и вот казалось бы вот после атаки на Израиль после целой серии выступлений Байдена Блинкина и Остина наконец мы мы с вами вытянули Соединенные Штаты из Украины как бы все вытянули за шиворот на уровень лидеров свободного мира мировой державы и сейчас вот два две два препятствия с одной стороны идиотизм части протрамповских республиканцев а с другой стороны вот это сознательное давление леволиберального обе этой качественной профессии на Байдена с целью сдать его Израиль и давление на Украину убеждая Украину что вот вас все бросили никто не занимается и так далее вот решающие декабрь январь февраль покажут какая из этих тенденций победит вернется ли Байден к роли лидера свободного мира а в общем то выиграть то войну четвертую мировую с настоящим лидером очень просто про Украину я уже сказал от Соединенных Штатов требуется одна простая вещь вот эти два авианосца они сыграли свою роль они предупредили участие участие ХСБУ вот непосредственно в эти месяцы в борьбе но после того как будет окончательно ХАМАС просто американцы должны помочь силами своими силами на Ближнем Востоке к уничтожению полностью группировки ХСБУ и это будет уже полная победа Израиля потому что ликвидация ХСБУ сделает абсолютно беззащитным Иран и тогда уже можно будет спокойно решать вопросы о ликвидации его ядерного проекта то есть это в силах Соединенных Штатов выиграть ее поддержать своих героических союзников Украину и Израиль и выиграть четвертую мировую войну поиграть они могут только по собственной глупости и это иное событие она произойдет задолго до выбора поэтому я я не придаю такого очень большого значения выборам сейчас сейчас вот вернется ли Байден к роли лидера свободного мира или его раздавит раздавит вот это либеральное крыло и он будет за него цепляться надеясь надеясь уцепиться за пост президента но это он уже потерял пост они никогда не будут за него голосовать кто ему может это объяснить я не знаю отец не знаю это что это что это сейчас это